Всем привет! В этом коротком видео о том, как сделать панель задач Windows 11 сверху, сделать ее большой или маленькой, а также выполнить другие настройки этой панели задач с помощью бесплатного утилита Taskbar 11, о которой буквально день назад многие сайты написали, я, соответственно, решил тоже посмотреть и вам показать. Саму программу можно скачать с этого сайта , учитываем, что при загрузке в Microsoft Edge он может заблокировать скачивание этой программы как малоизвестной, но по VirusTotal, во всяком случае, на момент съемки этого видео все чисто. Итак, скачали, запустили программу и у нас будет вот такое меню настроек, в котором мы все и делаем. Итак, верхний пункт расположение панели задач вверху или внизу, далее размер панели задач большой, средний, это стандартный или маленький, учитывайте, что когда мы выберем маленький, то у нас срежутся вот эти вот вещи в области уведомлений, также как при редактировании реестра, то есть по сути эта программа тоже самое делает, она просто вносит изменения в реестр. Далее выравнивание панели задач слева или по центру, следующее это значки панели задач, можно включить или отключить поиск, просмотр задач, виджеты или мини-приложения чат, далее значки угла панели задач, рукописный ввод, сенсорная панель, виртуальный тачпад или виртуальная сенсорная панель, ну и опция для автоматического вскрытия панели задач. После того как мы нажмем Save параметры сохранятся в реестр, проводник будет перезапущен и вы сразу уже увидите результат. Как оно в целом? В целом работает, но я бы не сказал бы, что совсем уж без багов, во всем случае у меня. То есть, во-первых, смотрите, сейчас я здесь разместил слева панель задач, нажимаю пуск, у меня все равно это меню открывается снизу, несмотря на то, что панель задач сверху находится. Также я обратил внимание, если я сделаю выравнивание панели задач по центру, смотрите, что произойдет, то есть выравнивая панели задач по центру у нас, но при нажатии кнопки пуск меню все равно открывается слева, хотя на скриншотах я видел, что у других не так, возможно это из-за виртуальной машины, но я в этом не уверен. И еще было у меня такое, что какие-то параметры я менял и после сейв они не сохранялись. Пришлось мне потом заходить в параметры Windows и там уже менять, делать нужные, пока экспериментировал с этой программой. А так в целом работает, может быть кого-то заинтересует, не знаю. На этом все, спасибо за внимание, удачи!